здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube тема лука продолжается и сегодня я хочу сказать вам вот что мы конечно не китайцы но метод то мы можем у них ну так как бы слегка до позаимствовать я бы сказала в моих программах неоднократно при посадке луковичных лука чеснока я все время предлагаю вам один и тот же вариант какой сейчас вспомните для того чтобы вы все поняли правильно разверну мой любимый контейнер ну я не могу по-другому грядки изобразить дома только в таком варианте мы я показывала как высадить зимний чеснок осенью и это выглядело вот так призывала вас к тому что во первых раздеть надо чеснок а во вторых зачем вы вот так вот все это в почву вталкиваете до такой степени что раните донце растению этой луковички не надо этого делать я всегда всех призываю положите на бок ну что вам от этого луковица она умная она в природе живет она бедняжечка даже не подозревает как мы о ней заботимся и ей это не надо оказывается когда у нее пойдут корни а наш не на поверхности будет валяться и пойдет перо она развернется корнями к центру земли а своими перьями к солнцу и встанет на место наша задача посадить вот так и безболезненно прижав слегка просто прижав все это было про зимний чеснок но сейчас речь пойдет не о нем а о посадке лука все мы все проделали правильно прогрели про в воде промочили и хвостики отстригли чешую сняли и наша задача высадить его правильно что такое а что вы все правильно делаете да уж конечно правильно заливайте его нещадно просто хвощите по перьям из своих шлангов вот и все что вы делаете послушайте меня добрый совет надо выслушать смотрите вот эта грядка вот допустим она даже такая этого достаточно вполне для того чтобы посадить здесь два ряда лука таких как вот на этой мисочке чтобы они были здоровы они больны значит смотрите как мы садим под зиму все раскладываем а потом что делаем да правильно а потом мы берем и вот так вот делаем гребень гребень в случае осенней посадки это теплое одеяло правильно а вот здесь второй ряд у нас мы все из середины убираем нам это не надо чтобы здесь что-то осталось вот так 30 сантиметров даже вот отодвинуть можно еще 30 сантиметров между рядами и 10-15 между луковичками и это под зимний вариант еще раз повторяю что же делать весной у нас же весна на носу и мы с вами торопимся узнать все и сделать правильно чтобы потом не выбрасывать лук на помойку сколько можно то уже значит внимание прежде чем вы возьмете в ладошку луковицы и выйдите на грядку которую вы облюбовали под посадку лука вы должны помнить вот обязательно почва на этой грядке должна быть удобрена залой и комплексом овощных удобрений залой как можно больше можно и ведро на квадратный метр под перекопку можно и пол ведра но зола должна там присутствовать потому что лука чеснок любители слабо щелочной реакции почвы довести почву до этого может только зола следующее все золу внесли все перекопали все готово а теперь нам надо предупредить появление этой зловредные луковые мухи не и не только этой мухи нам не нужны ни медведки не хрущемайского жука они едят все подряд им без разницы поэтому берете вот такой замечательный бутылечек видите что написано аммиак 10 процентный неважно в какой у вас бутылки и может называться просто нашатырь наливаете на 10 литров воды три столовых ложки и проливаете грядку так как будто вы любимую себя в бане моете не пожалеете пожалуйста этого раствора значит три столовых ложки на 10 литров воды вода может быть любой температуры значения не имеет пролили дайте пожалуйста впитаться впиталась вся влага с нашатырем в почву а вот теперь пожалуйста делаем наши махинации на грядке в идеале грядка должна быть размером все таки сантиметров 70 ну то есть чуть-чуть побольше чем этот контейнер поэтому для начала мы сделаем гребни не очень высокие для этого могут быть использованы грабли либо тяпка расстояние между гребнями девочки мальчики внимание расстояние между гребнями их макушкой да их ребром должно быть 30 сантиметров хоть убейте меня на этом месте все равно буду кричать 30 сантиметров потому что все должно проветриваться все должно быть для растения а не для вашей какой-то прихоти садовой значит так все гребни сделаны мы берем луковички очищенные вымоченные прогретые хотите травить и карбофосом максимом не возбраняется кстати перед протравкой всегда нужно все-таки обрезать хвостик для того чтобы влага шла туда внутрь чешуй нам это очень важно и что мы делаем мы на бочок не надо вот так ставить луковицы а потом трястить что они упадут это ни к чему а вот так на бочок и придавите вправо влево и значение не имеют мы уже слеповатые девочки поэтому положив на бочок вы никогда не промажете вверх ногами посадить легко вот так только потом это процесс будет очень долгий запомните да на бочок и на этот бочок тоже на этот рядок также на бочок расстояние между ними обязательно такое чтобы потом две такие луковицы совершенно спокойно могли друг около друга вырасти видите какое расстояние вот чуть-чуть вы подальше вот так расстояние 12-15 сантиметров но соблюдите хотя бы 12 значит едем дальше сейчас разложу чтобы вы понимали и видели что происходит на бочок еще раз повторяю знаете был такой случай значит на консультациях женщина внимательно меня выслушала потом она ушла потом приходит через пару недель и говорит а я ведь положила лук на бочок когда мне неделя прошла мне стало очень интересно а что там происходит я его откопала он окажется вот так стоит так конечно так бы стоять теперь берем тяпку и вот это междурядье мы должны вот таким вот образом максимально сделать гребень над луком и и с этой стороны и с этой стороны вот здесь у нас окажется борозда вот такая достаточно глубокая да ничего страшного посмотрите вот обожмите можно тяпкой делать его этой граблями это делать это очень легко граблями очень удобно прям так знаете хлоп хлоп и все хорошо все убираем все эти лишнюю землю посмотрите какая прелесть получилась а знаете зачем этот ров борозда это вот как только наш лук взойдет а мы же будем его поливать рекомендую поливать в межи с обоих сторон ну и может быть и сюда тоже вам надо 4 ведра на каждую сторону ну так 4 ведра и вылите в межу вода у лука кстати очень большие корни у него не поверхностные корни ошибаетесь вот лук будет расти очень хорошо и вам в первое время придется поливать его два-три раза в неделю запомнили но я надеюсь что да давайте повторим значит так лук сначала просушиваем на батарее при температуре 40 45 градусов это 8-10 часов как минимум потом мы его слегка обстригаем хвостики для того чтобы ровно выходило перо и потом мы его обдираем если не получится то за три дня обдираем и замачиваем в теплой воде добавлением либо без добавления препаратов которые убирают болезни там и прочие неприятности на 24 часа потом мы сольем этот раствор закроем это бумагой полотенцем полиэтиленом разницы нет и оставим в холоде до завтра до посадки и у него проклянутся и корешки и вершки помните об этом все мы посадили лук правильно и этот метод будет называться китайским а дальше следующая программа